Приходит несколько чуваков, обливают этого, стучат ему по щека, он в конце концов шевелает глаза, извиняется, и под улилюканье уходит, потому что, ну, котейка просто его победила. Тебя поздравляют? Кто-нибудь ставки делал какие-нибудь? Нет. Я не ставлю, я гулять и шла. Если ставили, то умножьте на два, если нет, значит нет. Вот, помимо всего этого, на сцену накидали какое-то количество золотых монеток, ну, мне кажется, это было интересно, поэтому кинь два раза до 20-й. И единичка, мне сказали, что это. Единичка. Нет, не понравилось. Будем надеяться, что это все единички для твоего персонажа, которые запасы достудят. На самом деле, бросали много, то есть, ты помнишь, но в результате потом, когда принесли, оказалось, что там, ну, не золотые. Не золотые, да, то есть, в основном это были медные монеты, их много, но... Я смотрю на эту кипу вот так вот. Я бы сказал, вот так вот. И смотрю на эту кипу, что я бы сказала, вы издеваетесь, я хрупкая девушка, я это не вытащу. Ну... Я сгружаю, это дворф. Дворф? На храм! Нет, на куриный. Дворф берет всю эту кипу, забирает у Линии кошелек. Не-не-не-не, как раз-таки Линих вспомнила тоже про кошелек, но тебе не дала, а ты не в том состоянии, ты же кошелек порвешь. То есть, да, ты напомнил про кошелек. Он бесконечный. У него влазит сколько угодно денег. Хорошо, у меня там 200 медных монет. Мы можем отлить медную статую. Меня. Можно отлить медной пыли. Можно и только меня. Больше никто ничего сегодняшней вечерней не хочет? Нет, я хочу остаться на арене. Мне весело, я еще не нагулялась. Я только, наверное, оставляю виски и беру все-таки вино. Решили, что с меня хватит. Вино, виски, вино? Да. На утро на кухон. Линиху на утро не обращаться. Пока я еще хожу. Пока я не надо развлекаться. Лини спрашивает у меня, есть точно 24? Она себе не говорила. Я всю неделю пахала, как проплата в алхимической лаборатории. Я могу это хожу? Эксплататоры. Да. У меня уже кожа в алхимии пропиталась. У меня уже глазах урасплох. Ладно, потом вылечу. Что делать от головы? Ей утром будет нехорошо. Да не ланчи. Вон Баррент точно знает, что делать от головы. Он ей махает. Я помахиваю... Так, мастер, мастер, мастер. Она котик. Я пытаюсь найти его замену. Она должна лечиться травкой. Парник, он был хрупкий, самый миленький. И махаю ему вином активно. Он тебе кивает. Смотри на него обиженно. Вот вспоминает, куда спрятал. Салютует тебе бокалом. Я тебя жду, котик. Он не котик. Виски, вино, виски. Уже все котики, да? Да. Не девчонки. Виски, вино, боже. Алкоголь, это значит все. Ну что, говорит. Кромоутер, кто еще хочет сегодня... А если бельянки налить? Кто еще сегодня хочет испытать счастье и послажаться? Бельянки. Время, говорит, уже позднее, но вдруг кто-нибудь. Вдруг кто-нибудь. А, ты занят. Он уже обстанкается. У него время закончилось. Здрасте. Он вранлив, он заработал уже. Мастер, мастер, мастер. Я бы не спорят на мастер. Я на продлентного денег нет. Я сижу так с некоторым сомнением. Он же заработал за бой. Да, точно. Ну. Я сижу с некоторым сомнением. Я буду, скорее всего, убрала. То да. Тяжелый перезаряжать с полным или дежать? Не, не надо. Тем более с ней. Ранишь девочку. Тяжелый перезаряжать с полным раунд. Завтра можно. Я с ней не буду. Тяжелый, полный раунд. Флурал придет. Возможно, хорошо. Да я могу передеть арбалет перед боем? Да. Окей. Вообще без проблем. У тебя, правда, тяжелый сердце. Ты его вроде сразу зарядила, но получилось так, что ты положила наконечником к себе. Потом чесала голову, перевернула. Сначала ты перезаряжал болезнь, а потом что-то и так перевернул. Да, да. Никто не хочет сразиться с опасной? Я не хочу ее ралить. Возможно, это действие вспоминает, сутирзно вспоминает, куда он обезболивающие травки прятал. На утро пригодятся. Парацетамол. Рассол. Рассол. Так, бронемак у меня же еще действует, правильно? Да, и прокурить. Покурить обезболивающих травок. Это классно. Покурить. Покурить. Минералочки. Я не могу больше тратить эти заклинания. У меня осталось одно. Я хочу еще того, что с тем мальчиком подраться. Мальчиком заклинания не осталось. Бери кулаками. Да. Я буду текать арбалетом. А тюк, кроме арбалетов, никак нету? Нет. А у меня был садак 0. А ты с его сколько? 0. Арбалет это же локость. А арбалет от локости. И минус отрицательный для ранжей считается от силы. Для любого. Не для урона, не для подачи. Старка стреляет в арбалетах от локости. А урона от силы. Мне казалось, что только в луке. А в арбалете нет. Только в луке. Нет. Нет. Ранж нет. Что? Не считает. Лук, по-моему, считает. А вот арбалет нет. Лук считает отрицательную силу. А арбалет я не знаю. Арбалет нет. Да нет, там механизм все-таки они надеются. Там механизм. А арбалет нет. Лук и нож, по-моему. Лук, то что метаешь. Урон от ловкости от ловкости. Урон не от чего. А урон вообще только значение. А урон вообще не от чего еще отличается. Точно. Урон карбалет не от чего ничего не дает. А в арбалете вообще от силы не зависит урон? А вообще, да. Там же да. На механизм. Только в луке только зависит. 1 до 10. У меня скоро от ловкости будет зависеть. Если вы понимаете. Можно я в чарник написал? Все зависит от ловкости. От харизма. От харизма. И от мудрости. От интеллекта. От жадности все зависит. От жадности. Слушайте, я махаю вам. Может мне кто-нибудь даст ножик, а то я лети и показываю свои сложности. У Лени только мелкое оружие. Ножик, ну не будет. Там же кости весь лежат повсюду. Могу монтировку дать. У меня есть дагер. Ну дагер есть, но уже да. Ну кинджалечки есть. Кинджалечки кидаю, чтобы открыть собаку в аренду. Мне кидать инфекции. Попало. 15 плюс... Это достаточно. То есть ты бросаешь ножик, рядом с тобой нога втыкается. Красиво. И так вздынь. Очень красиво. Вот, в это время на сцену постепенно выходит какой-то эльф. Вот, в кожаном доспехе и такой кривым мечом. С китаганом. Эльфик. Котчик. Ань, как раз ваше вино пьет. Классная ясная вина. Ну, ты видишь, что эльф... Попятился. Попятился. Он так с вопросом посмотрел на промоутера. Промоутер... К тебе поворачивается, тоже улыбается. Ань? Мне убить хочется. Сволочи. Инициатива. Да. Вау. Троечка. Семерочка. Выбросил пятерочку. Думаю, ну все, я проиграл инициативу. Да, я проиграл инициативу. В общем, так, джекан стоит. Но я подхожу к нему и провожу касательный атак. Да. Ближнюю, кстати, на атаку. Проводи. А он в доспехах, да? 20. Я попала! На кубике 20? Да. Подтверждай, подтверждай. Зачем? У меня нету Крита. А, ты чем? Нет, ты попробуй кинуть еще раз. А чем она сейчас? Мы же можем... А, 8. При косновении смеха, без спаса, он начинает смеяться на раунд. Весь следующий раунд он лжет. Считается беззащитным. В общем, что произошло? Ты подошла, его коснулась. Он сразу сказал... И начал смеяться. При этом, учитывая, что у тебя на кубике 20, он смеется очень активно. А это была тача или это... Это касательная атака. Он смеется очень громко, очень злехватски. Он держится за живот и просто... Я герой палец. Я стреляюсь арталета. Ближайший кероспас. Без спас. Четвертка. Я просто упасть. Я умуделась, не попасть его. Ну, это, видимо... Ну, так, по крайней мере, заявлено было. Что? Про спас. Без спас. Он провалил. Даже если ты про спас. Просто чаще всего, если это тач, то спас не надо. Спас нужен, если ты не прокидываешь сам ничего. То, что он без защиты, это уже 4. Это уже 4, потому что ему не надо. Во-первых, он лежит. То есть, он попадает в 100%. На самом деле, идеальный вариант был его просто пнуть. Не все, так сказать. Не все. Потому что он лежит, у него было бы минус 4. К атаке не было бы ловкости. Реоффект, они все всегда... Он лежит, он проун. У него состояние. То есть, он не движется, ничего. У него попасть очень просто. На жерейл Фросту нужно пасть. Выстрелить в него сложнее. А, нет, так это не важно. Подожди, если я его пихну, я же ему все равно урона и так далее не внесу. Или... А, что же я не могу? Это моральный арбалет. У тебя есть ножик? Ножик. Я же не хочу его убить. Ты собираешься в него стрелять из арбалета, я хочу его убить. Так, слушайте. Ну да, кстати, 1д10, ножик на 1д4, ты не хочешь. Подождите, подождите. По-моему, очень красиво. Стрела нашла где-то рядом вот с эльфом, и потом вдогонку пнуть. Подождите. Зачем пихать? Из максимальной победы. А списать его можно? Это засчитается как... Победа. Кинь свою ловкость. Ловкость. Прям в завязку. Ай, боже, хреново, в 11. Да. Плюс? 11. Это в сумме? Да. Угу. Ну, не очень качественно связала. Ну, я бы сказал так, что для файтера 11 это неплохо. В общем, в следующем раунде он перестает смеяться, и ты можешь еще что-то делать. То есть ты его уже частично связала, он пытается выкручиваться, но как-то ты его так обмотала веревка за руку. Я буду его дальше связывать, и еще раз пробовать. У меня же не выпадет вторая же двадцатка. А там же, по-моему, нельзя, там он становится раз в 24 часа. А, точно раз в 24 часа, беда. Психикаю за столом. За Аркани на Эльф. Да еще надо, чтобы руки-ноги кверху были. Клевая тактика у девочки, ее точно набрать не надо. Я продолжаю его связывать. Мне снова взять ловкость. Еще хуже, еще лучше. Восьмерка. Надо попробовать зимички. И мне выбросить. Короче, воин начинает напоминать мумию. Ну, на самом деле, да. То есть, учитывая, что у него все меньше и меньше, я боюсь, что если мы бросим еще раз, у него будет единичка, и он задушит сам себя. Я его связала? Да. Я его связала? Я встала? Пихнула, ой, ногой в него пихнула. С трудом встала? Да, я так с трудом поднимаюсь, подшатываюсь и ногой в него пихаю. Ну, слабак, развязывайся. Не умеешь, да? Да. Чего тебе учили? Если он не развязывается, хотя бы, рано. Ну, он пытается, но не получается. Если у него не получается, то я опять его к своему верну. Я опять так солитерезала. Аплодируем. Ваша награда. Так, вот раз я на себя ставила, вот раз я ставила на себя, опять золотых. Вдруг повезет. Выиграла 10. Двор так обращается в конферансье. А давно вашу бойцову яму в цирк превратили. Отличное представление, по-моему. У меня к вам есть предложение. Давайте мы эту уютную особую пьем на площадку. Я еще стяжу на площадке, без наиболее всего, с горького пьем вино и махаю хвостом. К вашему слову подошел. У меня все еще весело. А может быть вы запишете? А мне ничего не теряло, если кто что выиграл. А что, мне это неинтересно? А, как садика реагирует? Зависит, я мужа, я не нравится. А где это было? Кровь. Где это было? Что там, 19? 20-19. Развязываться так единичка-двоечка. Это у вас было уже так, да? Ну, пускай это будет 39 монет. Уже нет. То есть залу нравится? Воспоминания. Ну, тогда так, а на этом конферансье говорили, что... Вы понимаете, что она не очень трезва? Я сделал все, говорит. У нас было больше дебилов. Остались только опытные бойцы. Дальше может просто быть... Он правильно перевел. А, это другое. Он заправил, что вредить. Говорит, у меня есть мысль. Возможно, если вы сами, кто-то из вас захочет выступить на арене, вам удастся уговорить котельку уйти с арены. Ну, может быть, она не захочет, она же пришла с вами. Возможно, она с вами друзья. Ну, может, ты про трезвезды хочешь выступить? Потому что они вообще не поезд. Нет, учитывая, что я все это время пила вину, вряд ли это сделала, но... Нет, тем более ты хочешь выступить. Да, действительно. Мяру, может, ты там выйдет стрельня, там все удивляться. Хрустая, 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 хрустая. Да, но... Нет. А девочку мы попросим, чтобы она уступила тебе место. Ты, я как опытный стрелок, поставила перед собой руку и кинь фортитуду. Один? Один. Один. А я так... Руки... А я перестаю в бурет. Я такая спея сидите. Упираюсь руками ловиться. Чуть дольше, чем дал. А ты, я в руку... У меня идея. Барент, может, ты выйдешь? А то я смотрю, что... А по сути, что ты... Посмотрела на нее трясущуюся... Тут уже действительно надо спасать ситуацию, что называется, Миару, мне кажется. Заберите меня, в чём проблема. Ну или просто, короче, пока что Ли не пошла на сцену попытаться убести её. Просто позволяю, вы видите, что Миару протянула руку, посмотрела, ой, их две. Значит, я могу сбить из двух пистолетов. Так, посиди пока. И встала, да? Посиди, пока откуда-то снизу дёрнула её гномка. Тебя за пояс кто-то дёрнул, но это непосредственно. Лиару в это время кричит туда на сцену. Я её спасу. На эту сцену говорит, у меня тут есть бутылка непонятной его пойла, которая пахнет валерьянкой. Давай. Пошла к сцене, да, в общем. Ну это я не знаю. Даже не в сцене. А, и тут проход, ты где-то тут сидишь, да? Может тут проход есть или нет? Нет. В общем, сказала этому конферансе, что сейчас я за ней схожу. Его унесли и через минуту вернули тебе верёвку. То есть Линя пошла сюда, к котеньке. В маме. Я так с недоумением смотрю, как разговаривать с пьяными кошками. Да. Дворф, когда лапурит, он ищет, поэтому я ещё не пьян. За штирку. Угу. Ну в общем, да. Я такая с некоторым недоумением смотрю туда. Так я же шла. Как утраться. Не туда. Потом, потом, да. Да. Рикки, может ты уже присоединишься к нам? У тебя вообще клёвая тактика. Я хочу с тобой поговорить об этом. Я дышу. Я хочу с тобой поговорить об этом. Я хочу с тобой поговорить об этом. Я хочу сказать, что сделать теперь? Ну, ну ты... Так, мастер, мастер, мастер. Я смотрю, какие очку дали опять того парня, который мне так понравился. Я опять его Харим уверена. Он есть или нет? Он есть там? Персепшн свой. Сайлент имидж такой сидит. Каждый пять минут. Я его не начала. В общем, идея такая. То есть ты уже не трезва совсем. Поэтому, когда ты пытаешься его как бы найти, то есть ты в одну сторону посмотришь, в другую сторону... Ну, немножко ты потерялась. Я так... Котик! Мне просто кажется, тут уже не осталось стоящих интересных бойцов, поэтому... Один остался! Котик! Ну, его же не видно. Он ушел. Он наверняка придет завтра, он видимо ушел. В общем, я жду секунд десять. Если он не подает у себя вида, то я расстроенно ухожу. Он не знает, что он котик. Ну, может, он и догадывается, но... Не знаю. Не хочет убивать котика. Вот. Значит, увели. Ну, увели. Ну, если десяти секунд ничего не прошло. Так, я наконец вспомнила, что мне нехорошо быть пьяным, я хочу сказать, что он там мясное, жирное, что-то такое. Я полагаю, что я вряд ли ты могла уже что-нибудь вспомнить. Особенно о том, что нехорошо быть пьяным. Возможно, Линя подсказала, как видимо, самая трезвая тут. Двор втрез, укурин, но трезв. Ну да, укурин, но трезв. Может, ты посказал, как клирик, да. В общем, заказали. С точки зрения своей мудрости и жизненного опыта... Мяшка киска. Крансия к вам подошел, тоже говорит, закалывал. Огромное вам спасибо за интересные бои. Очень всем понравилось. Ждем вас еще завтра. Немножко просто. Обязательно. Вот, если вы желаете вашему вниманию, сегодня вы можете переночевать здесь. Есть номера. Прямо здесь? Там в яме. За счет. Заведение говорит. Да. Да, я как раз... Да, отличный план. Там есть комната сухи. Мы же только начали гулять. Там мне уже показали. Нет, ну переведу. А как, там, пару комнат? Ну что вы там делаете? А тут никаких вот, как моего вида, мальчиков не видели, а? У вас тут не работает? Ну, похожих. У вас тут не работают мальчики моего вида. Снять мальчика, да? А мы не кидали, нет? Феи, феи нет. А, на феи. Давай проверим. Кинь до 100. На феи. Если уложишь их в 30%, то у них в заведении есть котик. Хотик. io э э э а認 εκ신е Как-то да. Цветики были всё так, а возьми? Предположим мы не было ни одногоٍon мне предложили остаться, да. Мне кажется, это неправильно. Ну да. Конференция подходит, желательно заработать. А то у нас котеек нету, желательно заработать. Так, там я чайник вставил, так кто хочет там чая? Я хочу, кстати, кофе. Что? Так, кофе я не знаю. А, вот ты сделаешь кофе, потому что я кофе сама не пью, делать не умею. Твоего тела? Главное, четыре лошади. Контракт. Эльфийка не поняла, с чего твое такое настроение. Но у тебя получилось. Она, скорее всего, увидела. Ну, так ты не рассказал ничего? Ну, так она уже очевидная. Нет, то, что не сказано, то не очевидно. Ну, тогда, может, и не увидела, и тогда всем будет хорошо. Ты аккуратнее, вот при свете, вот света там... У вас загадочный разговор просто. Это типа палео, поэтому надо было сделать именно так. А лучше убить. Конечно. У вас очень загадочный разговор. Что, я заплатил за это? За что? За всё. Да. 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 Ну, как оно уложилось. Р pays importance. Да, выven она. Да. Да. Были обязательно. Все пришли, все ушли, а Фунтик остался. Это неправильно. Все ушли, а Фунтик остался? Да.